Вознесение Господне, один из 12 важнейших праздников для православных, отметили в храмах Одессы и региона. Сотни прихожан традиционно собрались на божественную литургии в студенческом храме Святой Мученицы Татьяны на 4-й станции Большого Фонтана. Вместе с одесситами службу посетил народный депутат Украины Сергей Кивалов. Сегодня большой праздник Вознесения Господня и во многих храмах Одессы сегодня служба. Митрополит Одесский Измаильский Агафангел поехал в область и там проводит службу. Вот за спиной у меня как раз наш храм Святой Мученицы Татьяны. Сегодня с утра здесь прихожане, здесь молятся за себя, за свою семью, за свой город, за свою страну. Я вот заметил такую тенденцию, чем сложнее в государстве, чем сложнее экономическая ситуация, больше людей идут в храм. Я хочу пожелать всем православным, которые находятся сегодня и в храме, и по каким-то причинам не попали в храм. Хочу, чтобы в нашем государстве наконец-то наступил мир и экономический рост. Я хочу пожелать счастья, любви и благополучия всем одесситам, которые заслуживают именно этого. День Вознесения Иисуса Христа всегда отмечается в четверг на 40-й день после Пасхи, что и отражает историческую основу праздника. Согласно Писанию, после того, как Христос воскрес, Он 40 дней проповедовал, после чего на глазах своих учеников вознесся. Вознесение считается завершением пасхального цикла праздника в христианстве. С праздником всех вас, дорогие братья и сестры, с двунадесятым великим праздником Вознесения Господня. Поистине, каждый из нас, наверное, в глубине своей души задается вопросом, в чем же суть, смысл этого праздника. Одно дело – Пасха, когда Христос был распят, умер и воскрес, а здесь Господь был с нами на земле, и вдруг неожиданно для учеников Он покидает эту землю и возносится к Своему Отцу. В храме святой мученицы Татьяны в этот день, как и на другие праздники, традиционно собирается много верующих, среди которых немало детей и молодежи. Здесь всегда царит особая атмосфера. Здесь чудесная церковь, просто чудесная. Прекрасные батюшки, прекрасная церковь. Спасибо человеку, который построил эту церковь, потому что сюда приходит огромное количество людей. Вот видите, даже люди не помещаются даже в церкви. А праздник очень большой, говорит о том, что Господь, несмотря на то, что Господь поднялся на небо, Он говорит, что и мы, может быть, если не будем грешить, тоже поднимемся на небо и будем вместе с Господом. Над этой церковью я несколько дней назад видела необыкновенное чудо. Над всей церковью стоял огромный-огромный светящийся круг. И вот это вот та Божья благодать, которую Господь посылает всем людям именно на литургию. Храм очень хороший. Большое спасибо Кивалову за то, что он, в общем-то, это сделал. И храм, вот он, срок как бы его небольшой, а он уже на моле. Потому что каждый год, каждый, в общем-то, в прохождении времени все больше людей приходят, молятся и как бы получают благодать Божью. В праздник Вознесения Господня митрополит Одесский и измаильский Агафангел посетил с архипастерским визитом Нерубайское Беляевского района Одесской области, где провел божественную литургию в Свято-Вознесенском храме. Субтитры создавал DimaTorzok